МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. События последних майских дней уже подвигнули моих коллег назвать этот период жарким маем 2017 года. И хотя громким обыском и задержанием мы уже привыкли, то, что произошло в столичной мэре, особый случай. После обысков задержан столичный мэр Дарин Киртуака. Речь идет о пассивной коррупции и повышении полномочий. По этому же делу задержан секретарь мунсовета Диденко, мунсоветники Онищенко и Думанский и шесть предпринимателей. Задержан и экс-депутат Кирилл Учинский. По официальной информации это связано с делом об отмывании денег через банк одеэкономии, банк СЧАЛ и Унибанк. В эти же дни в Бендерах состоялась трехсторонняя встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя. Главные переговорщики не встречались с 14 марта. Активизируются контакты главы государства Игоря Дадона в области внешнеполитических связей. Президент страны побывал в Стамбуле на саммите стран Причерноморского региона. Отправился в Венгрию, где его принимает президент, премьер-министр, спикер парламента этой страны. Итак, у мая 2017 года действительно высокая температура политического накала. Или он предвестник еще более жарких дней? Поговорим с нашим гостем, политологом Борисом Шаповалом. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, громкие аресты в столичной мэрии. Давайте с этого начнем. Элемент давления на либералов или же это все-таки настоящая борьба с коррупцией? Что вы по этому поводу думаете? Ведь есть ли предположить, а существует уже такое предположение, что сегодня от этой партии, от либералов, останется только лишь печать. Часть людей уйдет под новый проект Шалару-Бесеску, а часть уйдет демократам. Это предположение, я еще раз говорю. Ну, вот ваше видение ситуации. Ну, это предположение, видимо, имеет под собой какую-то основу. Я абсолютно согласен с такой точкой зрения. Ну, новости, в принципе, долгожданные для, во всяком случае, жителей... Для тех, кто устал от этого беспредела в столице. Для устал от этого беспредела, для жителей города Кишинева. Почему? Потому что вот оно в воздухе уже витало. Несколько раз попытка организации референдума, чтобы отстранить Дарина Киртака от исполнения обязанностей генерального примора. Ну, и уже понятно, вот подписи, они практически уже собраны. И в любом случае, наверное, референдум состоялся бы. Но вот может быть один из способов увода, опять-таки, Киртака. Может быть и таким способом. Здесь есть масса различных вопросов. Вопросов возникает. Да, конечно. И я согласен еще с такой постановкой вопроса. Вопроса, когда говорят... Да, с одной стороны, конечно, это борьба с коррупцией. Потому что действительно задерживают, видимо, коррупционеров. Видимо, тех людей, которые нарушают законодательство. То, о чем говорит весь город Кишинев и республика. Но, с другой стороны, у нас так сложилось в нашей небольшой республике, что чем бы мы ни занимались, всегда присутствует и политический подтекст во всех этих вопросах. Ну, не исключено, но получилось так, что фактически сколько, 9 лет уже или 10 город Кишинев находится под управлением фактически либеральной партии. Потому что мы знаем, что генеральный примар, он сам первый вице-председатель либеральной партии. Ну, и там все руководители его управления, они, по-моему, являются членами... Либеральной партии. Да, но не только либеральной партии, а руководство либеральной партии. Поэтому здесь, видимо, стоит вопрос и так. Ну, нам за примерами далеко ходить не надо. Посмотрим на либерально-демократическую партию. Да, ведь от нее тоже там, по-моему, 5 или 6 человек депутатов, которые фракцию еще сохранили. Все же остальные ушли. Кто в демократическую партию, кто несколько человек совсем ушли из парламента. Кто так, как это говорится, назвал себе там независимым, входит в группу Юрия Лянка. Да, то есть этот процесс, если не изменяет мне память, там сегодня 11 депутатов либералов в парламенте. То я думаю, что если вопрос станет по руководству партии о том, что они виновны в коррупционных действиях, я думаю, что партия разбежится очень быстро под примеру либерал-демократов. Тем более, есть желающие заменить Михаила Гимпу и Дарина Киртакова в среде унионистов. Ну, я имею в виду этот проект Анатолла Шалару и Анны Гуцу. И, наверное, не без оснований говорят, что вот один из таких вот вариантов. Но то, что творилось в Примарии, я могу судить, конечно же, только по той информации, которая есть по телевидению в средствах массовой информации. Но речь идет пока только об одном вот таком деле, где их зацепили. То есть, говорить о том, что сбывается пророчество Филата еще рано. Там он говорил о 600 уголовных делах. Начать работать. Да, и начать работать. Я думаю, что там есть чем заниматься. Потому что тендеры, заключение контрактов, недвижимость, земля. Ведь мы же видим, как муниципальные советники, допустим, от социалистической партии постоянно выступают, приводят примеры, цифры, факты, документы. Все это хорошо известно. Ну, наверное, пришла вот такая пора все-таки наводить порядок и в Кишиневской Примарии. В любом случае, что это разбирательство пауков в банке? Или же, может быть, действительно реальная борьба с коррупцией? Положительный эффект от всего этого должен быть? Конечно. Да и простому человеку, вот мне как жителю города Кишинева, мне абсолютно все равно, что это они друг друга грызут или там какие-то другие причины. Пусть они друг друга грызут. Главное, чтобы к управлению столицей пришли нормальные люди и действовали действительно по закону, ответственные, порядочные и так далее. А так получается, что у нас вот этот алгоритм, который существовал все время у проевропейского альянса, он же распространился не только на наше правительство, не только на депутатский корпус, а уже распространился на всю республику, на все районы, на районные советы, городские советы, соответственно, он и в примарии. Вот вы смотрите, спросите любого сегодня человека, который сталкивается со своей повседневной деятельностью, да, с примарией, они вам назовут четко, ясно, ставки, сколько, чего, за что надо платить. Ну, говорят, что Киртока лично типа сам этим не занимается, это дело следственных органов доказывать все эти вещи. Создана целая система, да, в которой деньги поступают, потом они распределяются. Наверное, ну, можно предположить, что они используются и в политических целях, не только в личных. Это, к сожалению, это и есть у нас. И я думаю, что компетентные органы в данной ситуации разберутся. Хотя вот эти парковки, ну что там, видите, зацепили парковки, это сразу и генеральный примар, и его заместитель, министр Грозаву, и это Игорь Гомрецкий, начальник управления транспорта и перевозок, да. То есть они вот только в этом деле замешаны. Ну, можете себе представить, на муниципальные деньги сделать, облагородить территорию, сделать парковки, потом их отдать какой-то частной фирме и оттуда получать громадные деньги на подставные фирмы. Ну, это, я считаю, это, ну вот просто издевательство. Вы думаете, что в деятельности мэрии это самый беспредельный пример, который стал последней каплей терпения прокуроров? Наверное, да. Наверное, да. И я знаю, что там сегодня уже было или идет заседание вот там Национального совета, либеральной партии и так далее. Ну, что тут заседай, не заседай, когда все участники, вот они налицо. Ну, точно так же, как и с либерально-демократической партией. Видимо, вот эти все слова, которые называются со слова либеральные, да, либерально-демократические, все, что связано с либеральной идеологией, ну, мы видим, что вот этот дикий наш молдавский капитализм, обогащение за счет людей, за счет народа, за счет страны, причем открытый, вот такой вот с нами ничего не будет, вот эта вот вседозволенность. Слава Богу, что когда-то вот приходит этому конец. Да, как правило, еще много узнаем об этих людях, потому что вот я, например, наблюдал, как вчера проходили, будем говорить, так сказать, следственные мероприятия по месту жительства столичного мэра. Меня удивляло другой момент, что почему только там, ведь журналистам известно, что, например, есть квартира не Сергея Лозова, выше Штефана Чалмария, есть дом, который находится в Сиротском районе, как мы говорили. То есть у него не одна собственность. Да, не одна собственность. И там бы надо было бы навести тоже, может быть, провести какие-то следственные мероприятия. В подвалах мало ли что прячется. Ну вот вы знаете, вот у меня почему и возник вот этот момент, что хочется верить, что вот это вот до конца, и хочется верить. Ну помните, я сказал в начале разговора, что это как бы не попытка его вывести из-под более крупного удара. Почему? Потому что Нистера Грозаву сколько уже давно, около месяца арестовали, ему продлили сейчас на следующий... Ну пошел, наверное, на сотрудничество. Гомрецкого арестовали, да, тоже пошел на сотрудничество. За это время можно было, извините, кучу документов уничтожить, сжечь, выкинуть, все что угодно сделать. Поэтому тоже вот как-то не совсем правоохранительные органы здесь. Но хотя они говорят, вот как нам поступила информация, мы нашли доказательную базу, мы работаем. То есть объяснить можно все, почему так сделали, почему по-другому. Но процесс пошел. Надеюсь. Хотя я вот наблюдал сегодня картину, как на улицу, где живет еще один фигурант под домашним арестом, ну по делу там о больших финансовых хищениях, тоже в районе не для бедных, стояли микроавтобусы. Во многих наших молдавских городах это называется поле чудеса. Так вот там, туда, на эту улицу заезжало достаточно большое количество микроавтобусов с аргеевскими номерами. Что-то туда грузилось. А вы имеете в виду нашего уважаемого аргеевского мэра, который создал партию? Да, ему вот не стыдно, наверное. Почему? Потому что, ну я понимаю, политика политикой, твоя точка зрения. Но мне, например, непонятно. Я, допустим, не представляю, как бы вот это могло произойти в Англии, во Франции, или, допустим, еще в какой-то европейской стране, где человек сам, ведь он же сам сознал, что он давал взятку у Филату, что он сам совершил преступление, и он сегодня находится... У нас есть статья, признался, что дал свободу. Да, хорошо, признался, но есть какая-то совесть после этого, да, выступать, кого-то учить. Может быть, мы живем, понимаете, еще... Я, например, не понимаю вот эти вот нравственные принципы вот в таком подходе. Может, мы живем еще в той шкале координат нравственных принципов, которых... Разрешают, украл, дал взяпу... Объясняют, меня вынудили обстоятельства, я был вынужден. Я очень хочу заниматься бизнесом, но вот я вынужден его продвигать только таким средством. Будут другие обстоятельства, допустим, честного характера, я не буду платить землю, знаете как, но... А вера? Смешно, да. А вера? А вера там, где надежда, любовь. Да, это точно. Ну, здесь все понятно. Интрига продолжается. И вот сегодня, конечно, к чему приведут вот эти громкие аресты? Ну, в общем-то, вот апогеи, да, с мэром еще... Зачистка, облагораживание территории. Да. И интрига еще другого характера происходит. Смотрите, а кто сейчас будет возглавлять мэрию? Мэра нет. Вице-мэры по домашним арестам. А представителей муниципального совета нет. Вот надо что выбрать... Быстро листают законы, и оказывается, опять у нас такие несостыковки. Надо выбрать, что старейшего муниципального советника. Могут арестовать, да? Вот. Ну, я думаю, что будет решать муниципальный совет. Насколько я знаю по законодательству, в любом случае они должны назначить исполняющие обязанности. Ну, и там, по-моему, есть процедура. Если что-то не так, то суд устанавливает уже. Ну, опять же, будем жить пока в таком ощущении безвремени. Я думаю, что юристы разберутся очень быстро, и мы уже будем завтра точно знать, как будут назначать, кто будет назначать и так далее. Будем надеяться. К другой теме давайте перейдем. Ну, вот модуляция нашего разговора пусть, так сказать, не удивляет. Ну, вот, например, тема. Мы говорили сейчас о Молдавской столице, а теперь поговорим об активизации процесса, связанного с Приднестровским регулированием. У нас в нашей столице побывал и специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по Приднестровскому регулированию Сергей Губарев, и был также спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ, Вольф Дитрихайм. Все говорили о том, что необходимо уже вывести процессы из пячки, нужно уже что-то сдвинуть с мертвой точки, начать двигаться. Надеюсь, в сторону сближения интересов для того, чтобы найти тот самый, как сейчас говорят, консенсус. Вот ваша оценка процессов происходящего. Почему вдруг стал необходим именно вот в этот период диалог по, ну, не знаю, не просто по возобновлению, а вот диалог, который, возможно, все-таки должен родить какое-нибудь реальное воплощение? Ну, с одной стороны, у меня здесь не так уж много оптимизма, потому что это постоянный процесс, когда меняется, так сказать, страна, которая возглавляет ОБСЕ, да, появляется один-два представителя, они встречаются с одной и с другой стороной, переговаривают. Сергей Губарев у нас постоянный гость, он минимум 2-3 раза в году приезжает. Но это кануне заявил, надо вывести процесс из пящего режима. Если не чаще, и заявляют они то же самое постоянно, что надо вывести этот процесс и так далее. Это вот с этой точки зрения я рассматриваю, что все, что вот оно как-то вот делается, оно в рамках тех процедур, тех договоренностей, которые есть в этом формате 5 плюс 2, оно и осуществляется. Это с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что идет активизация контактов нашего президента Игоря Дадона с руководством Российской Федерации, в том числе и по вопросам преднестровского регулирования. Идет также процесс, ну дважды встречались Игорь Дадон и Вадим Красносельский, руководитель преднестровского региона, то есть они опять-таки обсуждали многие вопросы. То есть здесь все-таки есть попытка как-то активизировать этот процесс. Пока речь идет о каких-то шагах, вопросах, которые затрагивают повседневную жизнь каждого человека. Вот сегодня шло заседание технической группы по телекоммуникациям. И об этом говорилось. Насколько это может перейти в разговоры, скажем так, политического урегулирования, Я, честно говоря, не торопился бы говорить на эту тему. Почему? Потому что у молдавской, преднестровской стороны есть определенные противоречия. Они находятся на противознаке. Да, преднестровская сторона говорит о своей независимости. С одной стороны, да. С другой стороны, они мечтают, что они чуть ли не в составе России. Ну, они проводили референдум. Да, они провели референдум. Они основываются на мнении народа. И к этому надо тоже с уважением как-то относиться. Вот и учитывать решение всех этих процессов. И есть другая точка зрения, предание Приднестровью, ну, какого-то более-менее юридического статуса. Да, одни говорят о федерации. Ну, я, например, склонен вот именно к такому урегулированию этого вопроса. И вообще, если бы нормальное явление, очень масса есть крупных государств и небольших государств, возьмите Соединенные Штаты, возьмите Россию, возьмите Германию, вроде бы, не самые последние страны, но с федеративным устройством. Это специфика всех стран с многонациональным составом населения. У нас действительно есть специфика. Украинцы, русские, гагаузы, болгары, да, они традиционно исторически здесь живут. Есть вопросы те, которые остались у нас нерешенные с 1989 года. Вот и та же проблема русского языка, его использование, да, расширение каких-то полномочий региональных. Опять же, у нас, вот мы, там, наше руководство любит говорить о своих успехах по европейской интеграции. Но как раз вот эта вот свобода действий на местном уровне, она у нас заблокирована. То есть, у нас все идет через верх. И как бы наше руководство не торопится решать эти вопросы, то есть, какую-то автономию местному руководству давать. Поэтому здесь есть вопросы, есть о чем говорить. Ну, в первую очередь, я думаю, что все-таки две стороны должны договариваться в первую очередь. Это Приднестровье и Молдова. То есть, два берега Днестра. Потому что, если мы сами не договоримся, но я не думаю, что кому-то будет нравиться то решение, которое примут, допустим, Россия, Соединенные Штаты Америки, Европа, СБСЕ. Это должно быть прежде всего наше собственное желание видеть тот дом, в котором мы живем. Но процессы идут. Я согласен, что есть какая-то активизация вот в этом моменте. Моменте, но еще раз говорю, я сильно оптимизма не испытываю. Очень легко, очень легко свернуть с пути вот такого, на котором мы находимся все-таки 25 лет мирного, такого развития после конфликта 92-го года. Это очень легко поджечь регионы. Я смотрю, что желающих здесь есть. Тонкая материя, которой надо очень осторожно обращаться. Но одновременно с этим всем, что мы наблюдаем, активизация встреч лидеров с правого левого берега. Активизация работы спецпредставителей по Приднестровскому регулированию. И одновременно с этим активизация, вот смотрите, назовем так, как говорят языком приднестровцев, нас блокирует. То есть блокирует блокада по поставкам продовольственных продуктов, как Приднестровского региона, так и в Приднестровье, иностранных продуктов питания. Ну, опять же, она какая-то двоякая, мне кажется. Но тем не менее. Ну, она двоякая, потому что Украина всегда, наверное, что-то делает двояко. С одной стороны, те товары, которые проставляются, идут в Приднестровье, чисто украинские, они же ничем не облагаются, и не нужно опять-таки никаких процедур бумажных и так далее. То есть они освобождают полки. Да, то есть украинцы здесь тоже как-то схитрили, да, они освобождают полки для своих товаров, а все остальное должно как бы по согласованию с Кишиневым и так далее. То есть и в этом вопросе двойные стандарты. Ну, каждый видит свою какую-то выгоду. Но меня здесь беспокоит другой вопрос. И я согласен с приднестровцами, когда они говорят, что все-таки это какое-то давление. И это, скажем, отрицательно сказывается на их деятельности. Почему? Потому что многие украинские деятели за последние две недели по этому вопросу высказывались. И они прямо говорят, наша задача, чтобы Приднестровье поставило вопрос о выводе российских миротворцев, о том, чтобы убрать отсюда из региона россиян и так далее. То есть их волнуют немножечко, скажем так, другие вопросы, а уже исходя из этого они находят, скажем так, экономические рычаги давления, политические, дипломатические на Приднестровский регион. То есть здесь очень, опять-таки, много разных интересов и много разных подходов. Да, но действительно тонкая сфера. Давайте не будем уже больше топтаться, чтобы не оказаться слонами в посудной лавке. Да, потому что тема болезненная. И хотелось бы не навредить планам политиков, которые действительно жаждут того, чтобы мы перестали быть разделенной страной, чтобы стали общим домом, в котором было бы комфортно всем. Даже невзирая на то, что сегодня мы хотя бы, ну, в общем-то, из-за того, что мы одна из самых бедных стран Европы. Но у нас амбиции стать, в общем-то, ну, знаете, мы каждый раз говорим, а почему бы нам не стать Швейцарией? Ну, это всегда хорошо, да. Да, всегда хорошо. Я согласен, согласен. Другая тема. Меньше чем за три недели Игорь Дадон, наш президент, встретился с самыми, ну, в общем-то, разными лидерами. С сильными мира сего. Он побывал, прошла встреча с президентом Российской Федерации. Была встреча с президентом Турции Эрдоганом. Сейчас, сразу по завершении своего визита в Турцию, участие в международной конференции стран причинноморского региона, после короткой, так сказать, пересадки в Кишиневе, отправился в Венгрию, где он провел встречу с президентом этой страны, с премьер-министром. А 3-4 июня, по-моему, он в Москву или в Санкт-Петербург. Петербург, это опять на экономический форум, да. То есть, так сказать, программа жизни и повестка достаточно насыщенна у президента. Здесь, ну, целый круг вопросов и в, так сказать, фокусе интересов и в фокусе внимания Игоря Дадона. Ну, я так понимаю, что опыт Венгрии, это регламентирование, например, неправительственных организаций, как там, в Венгрии. В Венгрии есть опыт в этом отношении. В Венгрии есть опыт взаимодействия с Евросоюзом и отстаивания своих интересов, если чему получиться. А Российская Федерация, это рынки, мигранты, это тоже повестка довольно сложная. Смешанная избирательная система. Смешанная избирательная система, как она работает. Вот ваш комментарий вот этого круга, вот того, что происходит во внешней политике. Ну, вы знаете, очень приятно смотреть на президента. Я сейчас не говорю вот конкретно там Игорь Дадон и так далее, а вот президент страны. Помните, до этого было четырехлетие, кто-то говорил о президенте, что он что-то решил, куда-то поехал, с кем-то встретился, с кем-то договорился. Очень редко говорил о президенте. Скажите мне, пожалуйста, вот он 25 декабря покинул свою резиденцию. Хоть один человек о нем вспомнил, кто-то написал, вот, ау, господин Тимовки, где вы там? Нет. То есть, не место красит человека, а человек красит место, это народная мудрость, очень верна и правильно по отношению к Игорю Николаевичу Дадону. Он действительно очень активный, он действительно ставит, ну, скажем, во главу угла основные вопросы, которые беспокоят людей. Да, действительно, очень важные вопросы связаны с нашими людьми, работающими за границей, как мы их называем, мигрантами. Но их один миллион человек, они кормят нашу республику. Они, ну, практически мы держимся на, наша экономика, ну, держится на тех переводах валютных, которые приходят из Российской Федерации. Мы знаем, что большинство из других стран, это очень важная тема. И то, что она решается по России, это хорошо. И то, что вот президент по подсказке нашей диаспоры в Турции поднял этот вопрос и встречался с премьер-министром турецким, это тоже очень хорошо. И я рад, что вот такие вопросы, они решаются. По экономическому сотрудничеству тоже вопросы налаживаются. Ну, в первую очередь, здесь, конечно, Российская Федерация для нас важна, потому что это наши традиционные рынки сбыта. Но и с турецкой стороной здесь тоже надо находить точки соприкосновения, потому что турецкий бизнес очень активный, очень мобильный. У нас есть очень много совместных предприятий. И мы знаем, что по многим показателям, особенно в сельскохозяйственной продукции, мы с ними не конкуренты уже, к сожалению. Но в культурном и политическом смысле нас ближает Гагаузия. Да, конечно. И вот здесь тоже есть вопросы, которые и надо решать, и я уверен, они будут решаться. Ну, а про Гагаузию вы сами сказали. Тут сам Бог велел как-то с Турцией нам поддерживать очень тесные и близкие отношения. Ну, вот так. Понимаю. Сегодня в парламенте звучал отчет премьер-министра. Достаточно, будем говорить... Сказки тысяча и одна ночь. Ну, подавался он очень вкусно. Павла Филиппа. Видимо, наш премьер-министр провел не один час, возможно, перед зеркалом, а вычитывая его, потому что читал его перед депутатами парламента вполне уверенно. Ну, за 20 минут успел. Да, за 20 минут отторабанил. Но дело в том, что это был такой, знаете, отчет, ну, полный... Мне казалось, что это был отчет премьер-министра Швейцарии. Там все прекрасно, знаете, в банках деньги, люди все задействованы в работе, успехи внешней политики, успехи внутренней политики. Я вот запереживал, в той или иной стране я нахожусь. Мы живем, да? Ой, Станислав, вы такую тему затронули здесь, по-моему, говорить и говорить. Ну, что, давайте по этому отчету. Ну, конечно, Павел Филипп, ну, что он мог сказать? Ну, я внимательно некоторые вещи проследил, но его главный довод, он говорит, что у нас улучшилась ситуация, да, во всем. О чем свидетельствует подписание меморандума с Международным валютным фондом. Понимаете? Главный индикатор. Меморандум, который подписан на три года. За эти три года нам дадут там 100 миллионов долларов, да, по этому меморандуму кредитов и так далее, которые нам придется отдавать. Но эти же деньги не создают рабочие места, они не создают, они не являются инвестициями в нашу экономику, они поддерживают просто наш бюджет. То есть мы их слушаем, вот вам ложечка, молодец. Конечно же, я думаю, что Павлу Филиппу было бы правильнее сказать следующее. Мы вот пытаемся что-то делать, но у нас не получается, мы это делать не умеем. Наверное, надо как-то подумать о каких-то новых шагах или о смене правительства или еще о чем-то. Я бы вот так ставил бы вопрос. Ну посмотрите, вот он даже попытался там укусить президента, говорит, вот мы на институциальном уровне, боже, такие слова они находят, типа сотрудничаем, а так договориться не можем. Потому что вот президенту больше нравится вот евразийская интеграция и типа он выступает против европейской интеграции. Я никогда не слышал, чтобы Игорь Дадон выступал против европейской интеграции. Он всегда выступал, что надо дружить и с одними, и с другими, но нам не в ущерб себе, и нам надо восстанавливать наши отношения с Российской Федерацией, с нашим основным экономическим торговым партнером. Вот это он говорил. И вот здесь, понимаете, Павел Филипп говорил о том, что на две трети выполнена дорожная карта. Слушайте, вот меня как гражданина не интересует, на сколько процентов, две трети, 90 процентов или там 68 процентов выполнена эта дорожная карта. Я хочу почувствовать на своем кармане, когда я захожу в магазин, да, что вот действительно что-то улучшилось. Но если я этого не чувствую, то я не считаю это достижением. Павел Филипп сказал, что достижение типа в 2016 году удалось повысить минимальную заработную плату с 1900 лей до 2100 лей. То есть на 200 лей повысили. А почему Павел Филипп тогда не сказал, что они повесили за эти 200 лей 1 миллиард украденный из нашей банковской системы. И мы выплачиваем в десятки раз больше, чем вот то повышение этой минимальной заработной платы. А почему он не сказал о тех забастовках, полгода наши учителя бастуют бедные, нищие, раздетые. Да, ну что это такое, учитель получает 2-3 тысячи лей, разве он может жить, он может преподавать. А потом говорят, что у нас не хватает педагогов, у нас не хватает врачей. Вот об этом, наверное, надо говорить. Я как-то вот настороженно смотрю на такие вещи, ну вот я по многим министерствам могу пройтись. Но тот же сам Павел Филипп говорит, вот президент нам новых министров не утверждает. Но подождите, 2 министра сами отправили в отставку, 2 их сегодня посадили, они находятся под следствием. Они коррупционеры, они обвиняются в коррупции от министра сельского хозяйства Грама и министра транспорта и дорожного хозяйства Юрия Керенчук. Вот они обвиняются в коррупции. А Керенчук там, по-моему, подождите, там у него несколько, да, 3 обвинения. То есть, это речь идет о министрах. Может быть, здесь тоже, вот как говорят, есть политический подтекст, да, пока берут министров из другого, как бы, круга и окружения. Либерального. Да, ну, в любом случае, то, что оно делается, оно в любом случае, это борьба с коррупцией, это уже хорошо. И теперь, ну вот смотрите, опять-таки, как правительство сотрудничает, да, с тем же президентом. Вот президент выдвигает очень интересную, давно опробированную, давно принесшую хороший результат, допустим, в Российской Федерации и в других странах идею о материнском капитале, да. Вот министр социального обеспечения говорит, а нам это не нужно, у нас люди и так уезжают, так подождите. То есть, у нас задача и дальше их выдавливать. Уезжают, что у них нет денег, им не на что, извините, рожать и содержать этих детей. Если предлагается найти какую-то возможность, да, как-то увеличить это по рождаемости пособия, еще какие-то вопросы, оказывается, это министру не нужно. Я не встретил еще ни одного человека, вот с этим первоапрельским повышением пенсии, никто так и не нашел у себя 6, 8 или 9 этих десятых процентов, на что она увеличилась. У меня есть ряд знакомых, они говорят, да, все это сказки, говорят, мы перешли в другую категорию, один меньше получает, второй как получал, так и получает эти вещи. То есть, опять-таки, вопросы не решаются. Министерство просвещения. Но я, честно говоря, удивляюсь, когда министр просвещения Карина Фусу выступает против бесплатных учебников. Ну, казалось бы, наоборот, министр просвещения должен быть заинтересован. Защищать интересы. Да, защищать интересы детей, педагогов, то есть своей как-то отрасли и только этому радоваться. Мне абсолютно непонятно вот эта вся ситуация сегодня с детскими садиками. Я вообще не понимаю, как такое может быть. Что значит закрыть детские садики на все лето, разогнать эти... Подождите, а как будут их родители работать, а с кем они оставят этих детей и многие-многие другие вопросы. Ну, люди добрые, мы же живем в нормальном цивилизованном государстве. И получается, все, что не предлагает сегодня правительство, оно ухудшает реальную нормальную социальную жизнь человека. Ну, опять-таки, еще раз говорю, мне вот эти вещи непонятно. Я уже молчу про этот экзамен бакалавра, садистский, варварский, с этими видеокамерами. Я считаю это откровенным нарушением права человека. Чем мы гордимся в данной ситуации, я не знаю. И можно этот решить вопрос как-то по-другому, с высшими учебными заведениями. И чтобы эта процедура была более-менее цивилизованной. Потому что изначально подозревать человека в преступлении, я считаю, что это неправильно. Это одно. И второе. Мы таким образом нашу молодежь, во-первых, половину оставляем безграмотных. То есть где-то там процентов 40 точно не сдает этот бакалавриат, 50 в зависимости от года. Мы этих ребят оставляем вообще на улице, без какого-то свидетельства об образовании, без диплома. Кем они будут? Они все покидают. Да, без перспективы жизненной вообще. Мы не можем так, на мой взгляд, подходить к нашему молодому поколению. Поэтому у нас сегодня массами, толпами, в первую очередь молодежь покидает нашу республику, потому что они не видят перспективы. Посмотрите, насколько популярны пользуются вот эти все программы поддержки. Румынская программа, украинская программа, российская программа, турецкая, где они приглашают к себе на обучение. То есть страны понимают, что к ним приходит молодежь, которая у них получит образование. Возможно, из них большинство останется в этой стране. Будет там 40 лет работать, будет приносить доход и пользу этой стране. Эти молодые люди выйдут замуж, женятся. Но они будут работать на Румынию, они будут работать на Турцию, они будут на Россию, на Украину работать. Но не только на Молдову. Вот о чем, наверное, правительство должно побеспокоиться. А что правительство делает две недели тому назад? Оно сокращает бюджетные места в высших учебных заведениях. Вот, ну как оценивать эту деятельность правительства? Да, Павел Филипп там говорил о каких-то 4% экономического роста в 2016 году. Ну, во-первых, это сказки с этими цифрами разобраться. Во-вторых, я не думаю, что мы должны гордиться тем, что мы довели, как он там сказал, экспорт в Европейских Союз достиг 60% от общего объема экспорта. Ну, пусть он через запятую скажет за счет катастрофического сокращения в два раза экспорта в Российскую Федерацию и в страны СНГ. И вот тогда будет правда, ведь это не новые производства, ведь это не новые заводы и фабрики у нас появились, и мы не начали забрасывать помидорами, как мы когда-то собирались в Европу. А это за счет того, что мы не продали туда на Восток. Вот в чем причина. Ну, это же, вот на каждую цифру можно посмотреть совершенно по-разному. Ну, в общем, я могу по правительству продолжать очень долго. Почему? Потому что должны быть реальные какие-то вещи. Вот если бы вышел Павел Филипп, я бы с большим уважением отнесся к нему как к премьер-министру, как к руководителю исполнительной власти страны, если бы он сказал, Вы знаете, мы за этот год привлекли инвестиции там на 10% больше. А я вам говорю, что мы за прошлый год инвестиции потеряли на 28%, а по сравнению с 2008 годом в два раза вообще упали инвестиции в основное производство. Вот об этом, наверное, надо говорить. Я понимаю, я бы радовался за нашу страну, если премьер-министр сказал, мы построили пять новых фабрик, мы создали тысячу рабочих мест, но ведь мы не построили новых фабрик, мы не создали тысячу рабочих мест. Говорит, вот нам те дали 5 миллионов, эти дали 10 миллионов, эти дали 15 миллионов. Заметьте, реформа нам дает, ой, Европа нам дает деньги, кредиты или гранты. Но на что она дает? На реформу. Европейский союз не интересует реальное создание рабочих мест и экономических рост в Молдове. Они дают на абстрактную реформу. Они с 2009 года у нас реформируют судебную систему. Как говорили, что у нас практически все судьи-взяточники так и говорят. Просто очень большая судебная... На министерство внутренних дел, на таможню. Все эти реформы заканчиваются чем? Ну вот я, по-моему, за последние 8 лет полиция два раза меняла форму, таможня меняла форму. Все это не в красивых мундирах, там погонах, все хорошо. Зарплаты у них хорошие. Мода меняется над новыми. Кстати, то же самое правительство Павла Филиппа нашло возможности для того, чтобы резко увеличить зарплаты и какие-то дополнительные выплаты для работников Министерства внутренних дел для этой отрасли. Нашли для других правоохранительных систем, для СИБа нашли деньги. Но они не нашли денег для учителей и для врачей. Меня это заставляет просто задуматься, что мы строим, куда мы идем. В каком государстве? Да, в каком государстве. Да, мы живем сегодня реально уже в полицейском государстве, получается. Но это ненормально, ненормально, когда врачи покидают нашу страну. И мы знаем, есть соседняя Румыния, люди получают румынское гражданство. И через полгода по всей Европе работают наши врачи. С кем мы, с чем мы остаемся? Опять-таки, посмотрите, опять деятельность правительства, министерства. Но как такое может быть, что чуть ли не полтора года в Бельской муниципальной больнице нет главного врача? Ну, говорят, что это местные органы должны решать. Ну, так и решайте с местными органами, решите. Найдите врача, найдите специалиста, лидера, который сможет. Найдите специалиста, найдите, а не какого-то назначили, кем не понравилось. Ну, опять-таки, у нас же опять на того назначили. Ну, вот эти игры на учаевских судьбах, они оборачиваются для нашего государства тем, что мы сегодня имеем. Под занавес хотелось бы осудить еще и такую тему. Смотрите, не так давно Ассоциация независимой прессы под руководством Петра Маковея по итогам мониторинга российских телеканалов, ну, есть, имеется в виду молдавских телеканалов, которые... Это выговор русские танки? Да, 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 ретранслируют русские, российские телеканалы. Значит, вывод исследования поддержали депутата парламента, они заявили, что эти телеканалы и есть русские танки. И сравнили российскую пропаганду с той, что была в нацистской Германии в СССР. Представляете, какие параллели. И это речь идет о телеканале Prime, который транслирует первый канал России. И РТР, Молдова, НТВ, Молдова, РН, Молдова, СТС, Молдову, хотя я как-то на СТС не находил там российской пропаганды, но... Ну, там это же вроде развлекательный канал, насколько я знаю. Да, абсолютно, но тем не менее, нас промониторили, и вот Ассоциация независимой прессы, которая считает себя очень независимой. А вы знаете, ей эту независимость дают американские гранты. Ну, значит, с этой независимостью все понятно. Моя точка зрения. Ну, что, вы знаете, то, что касается свободы слова, я считаю, что здесь надо подходить очень как-то щепетильно. Я как-то тоже этой темой заинтересовался. Смотрю, вот в 2015 году посол США эту тему поднял у нас в Молдове. В 2016 году он тоже, уже другой, эту же тему поднял. Их беспокоит вот эта российская пропаганда. Понимаете, у них нет пропаганды, только вот российская может быть, украинская нет, молдавская нет пропаганды. Да, вот только вот российская. Странный подход какой-то. Или мы живем в демократическом... Потому что там вбивается, вот, и все так мыслят. Да. Или мы живем в демократическом обществе, где человек имеет право на кнопку, как мы говорим. Вот мне не нравится та точка зрения, я переключил телеканал. Вот мне не нравится этот художественный фильм, я переключил, смотрю другой. Мне не нравится баскетбол, я смотрю футбол. Мы там не говорим о какой-то пропаганде другой и так далее. А здесь мы говорим, что есть, ну, концомные права человека. Право на точку зрения, право на свое личное мнение, право на свободу слова. Мне никто не может запретить мыслить, думать по какому-либо вопросу. И я вот с вами общаюсь, да, я хочу знать вашу точку зрения. Я уверен, зрители смотрят сейчас нас с вами. Кому-то я не нравлюсь, на здоровье. Переключают телеканалы и не буду я этого Шаповалова слушать. Я послушаю, вот, допустим, там другого. Это его право. Это его выбор как гражданина, согласиться с этой точкой зрения или нет. Мы же не призываем, ну, я уже говорю, мы, да, вот эти телеканалы или в этих передачах не призывают к насилию. В этих передачах не призывают там продавать оружие, наркотики, там еще что-то. Да, или к межнациональной розни. Речь идет об освещении каких-то политических, экономических, социальных событий и так далее. Я понимаю, что хотелось бы, как на Украине, выключить интернет, запретить социальные сети, причем какой-то однобокой направленности, да, что там другие люди, они по-другому что ли говорят, они что ли, они опять-таки имеют право на эту точку зрения. Поэтому я считаю, что вот эти все игры, они целенаправленные. Это очередная антироссийская истерия. Но это всегда делается для чего? Как только появляются какие-то подвижки к сближению нас с Российской Федерацией, сразу же бросаются вот эти камни, да, какие-то для того, чтобы нас рассорить. Ну вот президент Дадон успешно там решает вопросы с руководством Российской Федерации, да, на пользу нашего общества, на пользу наших граждан. Значит, надо не пустить сюда опять российских журналистов, не пустить российских политологов. Значит, надо опять какую-то затеять вот эту всю ситуацию с телеканалами, еще с каким-то ущемлением прав человека. Это один вопрос. Второй вопрос. Опять-таки, если мы говорим о демократии, о том, что мы живем в демократическом обществе, то почему кто-то вправе считать, что его точка зрения, она правильнее моей? Она точно такая же, она имеет право на жизнь, как моя, ваша и любого другого человека. Я могу не согласиться с ампонентом, я могу думать по-другому, но в рамках действующего закона мы мирно как-то расходимся по жизни. Это точно как вот на лестничной площадке, у нас есть разные соседи, у нас с ними разные взаимоотношения. Обставляем по-разному. Да, обставляем по-разному и так далее. Это нормальная ситуация с моей точки зрения. Поэтому это всегда тревожные вещи. Помните, с чего фашисты начинали в Германии? Они жгли книги на кострах сначала, а потом они запретили газеты, потом они запретили партии, потом они открыли концлагеря. Ну, в этом направлении, что ли, мы движемся? Нет, очень надеюсь, что, не дай бог, не допустим, мы к этому не катимся. Но, в общем-то, проявление вот этих вот... Настораживает. Да, настораживает вот это все. Это как раз, когда человек утверждает, я самый честный, значит, что-то украл. Если он обвиняет в том, что кто-то похож на, так сказать, своими действиями, на действия, допустим, нацистов, ну, так он сам получается. Ну, сам получается, да. Если он себе требует каких-то прав и привилегий, то это однозначно. Борис, спасибо за общение. Нам всегда с вами интересно делиться вот мнениями. Будем снова ждать повода для того, чтобы провести очередную такую встречу. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был политолог Борис Шаповалов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Продолжение следует.